Беседа с Батюшкой Беседа с Батюшкой Длинное повествование Где Господь общается с самарянкой И вот давайте сегодня мы Затронем эту тему Но поговорим Может быть, с другого ракурса Как мы бы хотели С вами поговорить Именно с точки зрения Что-то миссионерской Да, может, если так выразиться Беседы Господа Иисуса Христа с самарянками Такой неожиданный Может быть Ракурс Да Если позволите, Данил Я бы хотел, наверное, лично от себя поздравить всех миссионеров, потому что, по-моему, вот так, это как раз та неделя, неделя миссионерская. Мы привыкли, что память святых апостолов празднуется, как бы это проповедь Евангелия. Но как раз неделя воспоминания этого обращения, чудо-обращения Самарянки, она как раз является, наверное, неделей, в которую можно поздравлять миссионеров. Поэтому я бы хотел поздравить всех трудящихся на этом поприще, не только проповедников, а именно миссионеров, тем, кто идет не только внутри церковную проповедь, а к тем, кто идет именно во внешнее, ко внешним людям, к тем, кому еще неизвестна евангельская истина. Отец Амбросий, ну давайте тогда, может быть, что же в этой беседе мы, так сказать, открываем как миссионерскую беседу, да, миссионерскую проповедь? Ну, вот с точки зрения, как бы сказать, евангельской и с точки зрения нашей современности, это, наверное, золотой пример, действительно божественный пример миссионерской проповеди. Когда человеку, который живет своей жизнью, живет своими какими-то нуждами, своими делами, как, например, та же Самарянка, которая пришла, как известно, к колодцу за водой, Господь и сам лично, и в лице своих миссионеров, своих последователей, вдруг совершенно неожиданно обращается со словом Евангелия. Причем обращается не говоря о том, что вот хочешь, я скажу тебе истину. Нет, он задает ей очень простой вопрос. Обращает к ней просьбу, дай мне напиться воды. Вот. И Самарянка говорит Господу, что неужели ты не можешь, вот сидя у колодца, не можешь сам этой воды, так сказать, взять себе. Точно так же и мы, вот миссионеры, наверное, люди, вот именно занимающиеся миссионерством, точно так же могут обращаться к людям в самых различных ситуациях. Не только когда, дожидаться того момента, когда люди войдут в храм для того, чтобы услышать евангельскую проповедь во время богослужения, а как раз вот обращаясь к людям в разных жизненных ситуациях. И вот Господь через это обращение приводит эту женщину к познанию истины. Она уже, в принципе, готова к ней. Да, она в беседе говорит ему, что да, я знаю, что есть у нас пророчество о том, что придет миссия и расскажет нам о том, расскажет нам истину о спасении. И Господь говорит, что я тот, кто говорит с тобой, есть этот миссия. И Самарянка как бы с недоумением, с недоверием обращается к нему, потому что видит в нем всего-навсего простого человека. И в чем же Господь проявляет вот эту вот свою мудрость? Он говорит, пойди и пригласи твоего мужа. Она говорит, не имею я мужа. И Господь, вот здесь вот Господь говорит, вот тот самый совершает, с одной стороны показывает свое божественное всевидение, а с другой стороны дает нам пример. Когда с человеком, вот не знающим Евангелие, миссионер может поделиться опытом, опытом евангельским. Опытом не исполнения только лишь заповедей, а опытом проживания Евангелия. Опытом борьбы со своими собственными страстями, которыми, скорее всего, этот человек тоже был обуреваем, возможно, и сейчас еще ведет эту борьбу какую-то, да. И он говорит, Господь говорит Самарянке, ты сказала правду. Пять было у тебя мужей, и нынешний, которого ты имеешь, не муж тебе. И Самарянка, видя это чудо, Самарянка, видя вот это вот, это всевидение, она действительно и обращается. И она говорит Господу, что вижу, что ты пророк. И вот дальше дальнейшая беседа, дальнейшее повествование Господа об истине, о нем самом, убеждает ее. И Самарянка уже идет в город не для того, чтобы закончить свое дело. Она оставляет водонос, под которым многие святые отцы, водонос, то есть емкость для воды, оставляет здесь у колодца и идет в город. И вот под этим водоносом святые отцы очень часто подразумевают суету житейских попечений. Не те необходимые вещи, о которых человек каждый должен заботиться ради своей жизни, а вот те излишние попечения, та суета, которую человек не замечает, однако же страдает от нее. И вот она оставляет этот водонос, идет в город и рассказывает людям о полученном ею опыте. Не просто о пророчестве, а говорит, что вот я встретила человека, который мне сказал все, что было со мной. Точно так же и человек, и вот здесь в этой ситуации она уже становится проповедницей. Уже Господу не нужно идти в этот город, она сама становится проповедницей истины, Слова Божия. И она уже приводит Господу остальных людей. И потом уже впоследствии, в конце этого евангельского повествования мы говорим, вернее слышим, что ее земляки говорят, мы уже веруем этому человеку, мы уже веруем в истину, потому что сами слышали. Не за то, что ты сказала, не за твою беседу, а за то, что мы сами слышали слова истины. И вот это вот классический пример миссионерства. Когда миссионер, приводя одного человека, еще не знающего Евангелия, делает его способным и делает его, через него эту вот возможность, дает другим людям, еще не знающим Евангелия, тоже приходить к церкви, приходить к истине. Вот это вот, наверное, одно из самых трудных, одно из самых тяжелых таких тоже, кстати, моментов, когда человек, о чем мы очень часто вот забываем, что я дал человеку истину, вот, но не дал ему, то есть я и сделал его через это свободным, кстати, свободными от себя тоже, от своего вот руководства, от своего какого-то вот назидания, возможно, он эту истину дальше будет познавать без меня. То есть это вот тоже такое достаточно очень серьезное опыт смирения, когда человек должен, миссионер должен отказаться, казалось бы, от своей работы, бросить это зерно в землю и перестать уже надеяться даже, что именно ему оно принесет плод, это зерно, оно принесет его, этот плод для Царства Небесного. Адисам Гросси, позвольте, мы немного прервемся, у нас есть первый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. Христос, Воскресе. Есть, Воскресе. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Да-да-да, мы слушаем вас. У меня, знаете, папушка, у меня такой вопрос, очень мне тяжело на душе, я вас хочу спросить. Он летит 11 лет, болеет шизофренией. И вот уже сейчас, ему сейчас 35 лет. Сейчас очень, ну как сказать, в больнике его, и страшно, и опасно, и он очень ведет себя грехеном, и он все на заборке, и он в больнице лежит очень часто. И вот мне уже посоветовали, как бы, чтобы я его сдала в дом интернат. И я не знаю, что мне делать. Мне его жалко, мне все физическое здоровье, потому что у нас головой непорядок. Вот. И не знаю, что как лучше, как мне, главное, говорить. Если хорошо, если он вас сразу убьет, если он вас вторичит, вы будете себя обучить, и других. А может, этого не произойдет? Я не знаю, что, пожалуйста, вы что-нибудь посоветите, скажите. Потому что я не знаю, как уже, как по-былески, то грех получается, да, сколько усти, там, нет, или что, что я должна это все терпеть. А вы же с собой здоровье не знаете, не как-то, то есть, ну, не то, что, и все на заборке, не знаю, что мне делать. Хорошо, спасибо за ваш вопрос. Да, хорошо. Помоги вам, Господи, в первую очередь, конечно же, дай вам Бог сил и крепости вынести вот эту тяготу, этот крест, который Господь подал вам. Все-таки я сразу же скажу, что я не возьмусь давать каких-то стопроцентных советов, потому что я не ваш духовник, не зная всей тонкости и всех проблем, которые есть в вашей семье, я не могу дать сразу стопроцентного совета. Вот, поэтому сразу же хочу вам дать единственное, вот единственное такое пожелание. Если у вас есть духовник, если у вас есть священник, которому вы более или менее постоянно ходите на исповедь, то обсудите обязательно этот вопрос с ним. Обязательно получить совет более подробно, наверное, даже, может быть, не обязательно на исповеди выбрать какой-то такой момент. Может быть, даже если у вас нет такого постоянного священника, то в ближайший храм в вашем городе обратиться, поговорить с батюшкой уже более серьезно, более подробно, рассказать ему все тонкости, все то, что у вас происходит, то, что происходит, и то, что он советует вам, врачи, и уже вот, исходя из этого, получить как-то такой более взвешенный совет. Это первое. Второе, что я хочу вам сказать, вот, с точки зрения, ну, вот, сиюминутного ответа, да, у вас, вот, всегда у каждого человека есть два выбора, как бы, два крайних выбора. Первый – это смириться, как говорит Евангелие, смириться до смерти, смерть ежекрестной. То есть, если вы готовы на то, что, вот, претерпеть такую вот смерть мученическую от своего сына, ну, наверное, можно оставить его дома, да. Если же вы готовы, вот, нести другую тяготу, нести другую тяготу, и все-таки оставшуюся, оставшуюся, кроме него, семью еще, вот, жить с ней, содержать ее, как-то вот, то есть, и самой быть в силах жить дальше, да, то, возможно, возможно, можно, как сказать, не совсем сдавать его в интернат, но какие-то, возможно, временное какое-то вот его лечение где-то, чтобы он проходил. Но это вот только мой совет, я не могу вам стопроцентно это благословлять. Поэтому, вот, я еще раз говорю, все тонкости, все подробности, пожалуйста, со своим духовником или ближайшим к вашему храму священникам. Помоги вам, Господи. Атисам Игорь Васильевич, ну, давайте вернемся к нашей теме. Вот, как итог, все-таки мы видим, что действительно Самарянка обращается ко Христу, и видим, что, кстати, поселение, да, тоже обращается. Вот, таким образом, даже Христос пребывал там, вот, какое-то время. Но, вот, посмотрите, ведь в ходе беседы мы видим, что, так или иначе, Самарянка его не понимает. И вот, если мы спроецируем, вот, положим, как миссионерский образец, да, вот этой беседы, нам, вот, мы, так или иначе, все равно знаем что-то, да, о вере. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Как говорить с человеком, когда он, так сказать, не понимает о тех вещах, о которых идет речь? Чаще всего дело не в том, что человек не понимает. У человека просто нет, скорее всего, чаще всего не бывает опыта. Вот, разница в непонимании Самарянки и Господа не в том, что Господь говорил какими-то загадками, какими-то непонятными словами, а в том, что вот у них был разный опыт, разный опыт восприятия духовного мира. Господь есть творец всего сущего, существующего, и видимого, и невидимого мира. Женщина вполне, вполне, как бы, понятно, ограничена вот своими земными мерками, своими земными заботами. И поэтому то, что Господь говорит ей, проблема-то не в том, что она не понимает его слов, что он говорит какими-то вот загадками или какой-то, какие-то иной речью, иносказательно, да, проблема в том, что у нее нет этого опыта, опыта духовной жизни, опыта познания священного писания не только в букве, но и в духе. Потому что Самаряне, как известно, это вот те люди, которые считали, значит, и являлись потомками Исаака. Как раз и колодец, у которого они встречаются со Спасителем, есть колодец, который по преданию выкопал праотец Яков, праотец Исаак. И вот этого опыта жизни, жизни духовной, вот именно по духу, о чем, кстати, Господь и говорит ей, что дух есть Бог, и всякие поклоняющиеся ему поклоняются духом. Вот, и поэтому миссионеру тоже, кстати, нужно будет отказаться, отказаться от многого. Действительно, смириться, смириться не в том, что человеку придется говорить более простым, более банальным, более каким-то вот, можно сказать, ну, как это говорят некоторые, вульгарным языком, да, делиться с ним вот опытом, попытаться рассказать ему азбуку. Азбуку. Азбуку или, там, таблицу умножения, значит, самые простые, самые первые понятия. Причем даже не рассказать, а натолкнуть человека на вот эту мысль. Потому что многие из тех, к кому мы обращаем слово евангельское, да, говорят, ну, что-то такое мы знаем. Вот Бога, ну, то, что вот Бог есть, мы вроде бы как даже верим, может, даже и знаем. Но вот, что вот именно так надо верить, мы не всегда согласны, мы не уверены, и, как бы, и вообще, почему мы должны именно так верить? Бог у меня в душе, остальное все мне не нужно, и все остальное, как бы, мне, я думаю, что все остальное лишнее. Вот, и вот здесь вот как раз нужно приложить максимум смирения, не усилий, потому что очень часто, вот, как раз, чем больше человек прикладывает усилий, миссионер, или тот, кто хочет быть миссионером, тем более вероятно, что человек, с которым он беседует, не поймет его, не пойдет на контакт. Потому что для человека это будет таким неким давлением. Вот, а когда миссионер смиряется, когда человек, вот, снисходит до уровня желания, до уровня понимания, до уровня, иногда даже, кстати, образования человека. Потому что высокий интеллект, высокий интеллект это тоже иногда причина, так сказать, препятствие на пути, на пути к вере. И вот, сходя, снисходя именно до этого, вот, высокого интеллекта, снисходя с точки зрения не того, что мы выше, просто у нас уже есть опыт, опыт богообщения. И вот, сходя к человеку, говорить нужно с ним на его языке, на языке высшей математики, на языке литературы, на языке, не знаю, там, искусствоведения, правоведения, экономики, в конце концов, даже, если нужно. Вот, если у тебя есть достаточно для этого образования. Вот, и тогда самое главное, вот, о чем говорят многие отцы, и, кстати, то, что очень точно формулирует отец Андрей Кураев в своей, одной из своих последних книг, он говорит, что православие не доказуется, православие показуется. Вот, и вот эта истина, истина богообщения, который уже, этого опыта, богообщения, который был у тебя, вот именно этот опыт и можно передать человеку. Не всегда он говорит, не всегда этот опыт передается в высоких и красивых словах. Часто этот опыт передается именно во взгляде, именно в интонации, именно в том, как человек говорит, не что говорит, а как. Когда человек говорит высокие и умные слова, но он сам в них не верит, или они для него некая заученная, зазубренная истина, человек становится, слушатель становится равнодушным к этому. А когда человек говорит самые простые, казалось бы, банальные, обыденные слова и примеры, человек чувствует его правоту. Он говорит, да, действительно, слушай, я вот задумался над этим, но никогда не смотрел именно на это, вот именно с такой точки зрения, с такого ракурса. И вот тут он начинает понимать, насколько все просто, насколько все истинно, насколько вот она лежит на поверхности. Чем, как известно, чем более велика истина, чем более она, значит, ближе к действительно истине, тем выше на поверхности она лежит. И мимо нее, тем проще она, и мимо нее очень часто проходит. И вот задача многих миссионеров как раз и заключается в том, чтобы напоминать именно вот эти высоты. Высоты, не в смысле заоблачные высоты, а как раз то, что лежит на самой поверхности, на самом верху. Вот то, мимо чего часто люди проходят, не замечая. А, Тесан, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, батюшка, я бы хотела вот такой момент, чтобы вы объяснили, как мне действительно со своими знакомыми беседу, вот как вы говорите, миссионерскую, допустим, и если не понимают момента, что цель нашей жизни – это переход в личность. То есть вот эта вот крайность, смерть, смерть почему-то в беседах останавливается и не пугает. Вот как объяснить вот это, что все-таки цель нашей жизни – это переход в личность, то есть быть готовыми к личности. И почему-то смерть это пугает. Вот так вот смерти, и ранговые даже об этом не хотят продолжать. Вот как в этой ситуации быть? Хорошо, спасибо за ваш вопрос. Значит, сразу же хочу напомнить, вот совершенно недавно, совершенно недавно мы праздновали Пасху, а перед ней была Страстная Седмица. Если вы вспомните евангельские чтения, которые на этой Седмице читаются, то мы можем вспомнить вот момент Гефсиманского моления. И Господь, значит, молится, говорит, отче, да будет пронесена мимо меня чаша, чаша страданий. А потом, конечно, он говорит, что, впрочем, не как я, но как ты, отче. И вот святые отцы, опять же, говорят, в чем заключалось страдание Гефсиманское? В том, что Господь и человек, вот, человек, соединившийся с Богом, чистая душа, она настолько, настолько ей была чужда смерть, что даже Спаситель, вот, по своему человечеству, испугался ее, он боялся смерти. Именно страх смерти, не потому, что он не знал, что он воскреснет, но потому, что ему необходимо было войти в эту область смертную. Человек не создан для смерти изначально. Изначально человек создан, как известно, для вечной жизни. И поэтому смерть для него нечто неестественное, нечто противоестественное. И человек боится ее, боится просто, так сказать, по закону естества. И поэтому, действительно, многих людей, с которыми мы говорим о Евангелии, пугает именно вопрос жизни и смерти. Пугает вопрос перехода за границу этой жизни. Но не надо с этого начинать. Это, кстати, очень большая, часто большая ошибка нас, православных, в том, что мы начинаем говорить сразу о смерти. Мы забываем о том, что Господь даровал нам Евангелие жизни. И для того, чтобы подготовить человека к вопросу о переходе в вечность, его нужно подготовить к жизни здесь, по Евангелию. Когда человек будет жить евангельскими заповедями здесь, когда он будет жить опытом Богообщения, опытом знания Христа вот здесь, на этой земле, тогда и вместе с апостолом Павлом он будет знать и повторять эти слова. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Это первое. И второе, что говорит опять же апостол Павел, я бы готов уже разрешиться и со Христом жить там, за гробом. Но для того, чтобы я был здесь, нужно больше, это больше нужно вам, ученикам моим, ученикам Христовым. И поэтому начинать вот свой разговор с запугивания, запугивания, и часто проблема в том, что мы говорим не о жизни вечной, мы говорим о мучениях. И это тоже большая ошибка, потому что Господь в Евангелии почти нигде не говорит, очень редко говорит о мучениях грешников. Один или два раза конкретно и откровенно он упоминает об этом. В остальных случаях все Евангелие говорит о нем самом. Оно говорит о жизни, которую Господь наш дает каждому человеку, которому и обращена вот как раз это евангельское слово, евангельская проповедь. И поэтому очень часто действительно люди отталкиваются от нас, люди боятся слов миссионеров, потому что люди не готовы умирать. Но не надо сразу об этом говорить им. Не надо обличать их вот этот вот страх, не надо сразу затрагивать его, не имея возможности дать человеку что-то взамен. Не имея, да, мы имеем опыт Бога общения, но доказать человеку, дать познать этот вот опыт Бога общения, мы еще не всегда можем. А вот когда уже человек познал жизнь со Христом, тогда уже ему не страшна и смерть, тогда и смерть для него будет таким, как бы сказать, новым переходом. Тогда для него это не будет проблемой. Вот поэтому часто наши миссионерские усилия и оканчиваются вот таким крахом. Александр Россий, у нас остается совсем немного времени до кончения эфира. Вот позвольте мне задать вам последний вопрос. Вот если все-таки успеха от проповедей, от миссионерства или вообще вот этой такой беседы положим нет. Стоит ли отчаиваться и как быть может быть в такой ситуации, да, если вот нет, все? Отчаиваться в любом случае не стоит, потому что в данной ситуации отчаяние без проявления гордыни. Вот я говорил человеку, я проповедовал, а ничего не произошло. Но ведь апостолам надо помнить слова великого проповедника, апостола Павла. И он говорит, я посадил Аполос, то есть ученик его поливал, но вырастил Бог. Мы сказали человеку слова истины. Мы посыпали вот это зерно в землю, так сказать, человеческой души. А дальнейшее нам, наверное, нужно, именно миссионеру, нужно молиться о таком человеке. Господи, приведи к себе сам тех, кому через меня ты дал вот это знание, знание Слова Божия, знание твоей истины. И все остальное уже чудо совершается не по нашим трудам, а по воле Божией, по его благословению, по его желанию и по готовности самого человека. Вот тогда, как говорят, есть хорошее выражение, что нужно делать для того, чтобы не разочаровываться. Не нужно очаровываться. Вот и все. Вот поэтому не нужно очаровываться своей собственной проповедью, говорить в меру того, что ты можешь, а все остальное полагать на волю Божией. Это сам Ростин. Ну что же, к сожалению, время нашего эфира подошло к отцу. Я благодарен вам за нашу сегодняшнюю встречу. Очень было приятно. Благословите наших телезрителей. Благословение Божие да пребывается всеми вами. Христос Воскресе. Воистину Воскресеного. А мы с вами на этом сегодня прощаемся. Всего вам доброго. До новых встреч. И помогай вам Господь. Субтитры подогнал «Симон»